В Чедерлунге рабочие, представляющие фирму «Экип», вооружившись бензопилой, рубили деревья. Кишиневская фирма якобы поручила им произвести чистку кроны деревьев, мешающих линии электропередач. Однако по дороге, ведущей в аэропорт, они срезали не только ветки. На уровне одного метра от земли ими были спилены целые стволы ореховых деревьев. Они орудовали не только на окраинах города, но и в парках. Да, мы выехали с полицией, выехали действительно, рубили ветки, очищали линию электропередач. Но у них разрешения на момент не было. Были составлены протоколы на физических лиц, взятые объяснения. Лицам, занимающимся незаконной вырубкой, пришлось дать объяснение работникам полиции. После этого объявился и сам заказчик. Им оказалась кишиневская фирма «Корна». Советник Константин Келиш подтвердил, что Совет действительно не принимал никаких решений относительно рубки деревьев и также возмутился совершенными действиями. Я же говорю, это варварский метод, это только вредитель может такое сделать. Я не вижу, почему дальше лесополоса идет, я не вижу, чтобы они мешали проводам. Я не вижу. Первоначальный самый такой, знаете, что пришло в голову, таким образом они решили себе орехи собрать. Так легче. С земли. Можно было и все дерево свалить, если так на то пошло. Надо же согласовать, есть для этого специалисты. Вырубленные стволы больших размеров с места вырубки были вывезены в тот же день. А остатки уничтоженной кроны разбросаны по обочине и по полю агрохозяйства Кумнук Агра. Орех начинает плодоносить на десятый год своей жизни. А здесь мощные плодоносящие деревья варварски рубить, это вообще не вписывается ни в какие рамки. Такое ощущение, что ни для кого нет никакого закона. Кто рубил, непонятно. Для чего рубил, непонятно. Почему не забрали за собой, не убрали ветки, а бросили на поле, где посеян рапс, непонятно. Кто за это будет отвечать, вообще непонятно. После разразившегося скандала фирма Корна адресовала экологической инспекции письмо, в котором просила разрешения на дальнейшую вырубку. Со слов инспектора по экологии, письмо фирмы Корна будет рассмотрено на общих условиях. Действиями рабочих было погублено более 50 метров орехового массива. Ущерб, нанесенный Чедерлунской примарией, составил 9700 лей.